Всем аквариумистам и не только привет! Сегодняшнее видео будет посвящено запуску мною двух креветочников по 40 литр каждый, один из которых будет для кристаллов. Я подробно расскажу, в чем сложность и особенность содержания именно кристаллов, как надо запускать аквариум для кристаллов и на что обратить особое внимание. Покажу как я запускал аквариумы, что происходило в аквариумах в течении месяца запуска и как изменялись параметры воды. А также сделаю свои выводы и выскажу свое мнение по результатам запуска на практике, надо ли вообще такой обычному аквариумисту, то есть содержать кристаллов, но главное, я обозначу стоимость всего эксперимента. Стоит ли все это того, с чем приходится и придется столкнуться аквариумисту? Да, не подумайте, что у меня нет и не было креветок, у меня жили и живут различные креветки, в том числе, жили банановые фильтраторы, жили вишня, голубая мечта, ну и куча-куча дички, как я их называю безродные креветки. Но содержание всех вышеперечисленных креветок в сравнении с кристаллами, это что небо и земля. Ну а теперь непосредственно к теме. Прежде чем запустить любой креветочник, надо самое первое и главное, что сделать, так это определиться, каких вы там будете содержать креветок и изучить максимально возможное количество информации об условиях содержания именно желаемых креветок, а затем, уже исходя из полученной информации, и запускать аквариум. Естественно, что в целом, условия запуска креветочника по процессам, протекающим в аквариум, ничем не отличаются от условий запуска любого другого аквариума, а чаще даже требуют еще большей осторожности в части срока запуска первых обитателей. Непосредственно при запуске креветочника для кристаллов надо знать и помнить главное, кристаллы одни из самых привередливых и требовательных к содержанию креветок. Эта требовательность скажется в первую очередь на вашем кошельке и вашем времени, а возможно, и нервах. Так что же этим привередом надо? Главное, что им надо, это стабильнейшие параметры воды, отсутствие карбонатной жесткости и наличие кислой воды. То есть все то, что тяжелее всего поддерживать в любом аквариуме, особенно в стабильном положении. А теперь более подробно о кристаллах. Я не буду рассказывать о разновидностях кристаллов, скажу только общее условие содержания и обращу внимание на то, что чем больше отклонение от благоприятных условий, тем больше вероятность ухудшения не только окраса и качества этих креветок, невозможность их размножения, но и больше вероятность их смерти. Рекомендуемыми параметрами воды для кристалла являются температура 21-26 градусов, кислотность от 6 до 7-5. Постоянная жесткость GH 4-6. Временная карбонатная жесткость KH 1-2. Оптимальными же параметрами будут кислотность от 6 до 6,5, Каш 0, Гаш 4-6. Температура 21-23 градуса. Еще раз обращаю внимание, что эти креветки очень и очень требовательны к стабильности показателей воды и ее чистоте, то есть отсутствию аммиака, нитритов, нитратов и фосфатов. Исходя из этого, понимая, что кристаллы очень любят мягкую кислую воду, мы фактически сразу приходим к тому, что лучше всего использовать в качестве грунта в таком аквариуме SOIL, то есть питательный грунт специальной обработки, предназначенный именно для аквариума с мягкой кислой водой на осмосе. Кроме того, такие SOIL обладают свойством понижать жесткость и кислотность воды и удерживать ее на стабильном уровне. Часто на таких видах SOIL изображают креветок, намекая, что для них он и подходит. Автоматически мы себя обрекаем на использование осматической или дистиллированной воды. Кто не знает, поясняю, это специально очищенная вода, не содержащая в себе каких-либо примесей, условно чистой H2O. А следовательно, нам придется из этих чистых H2O делать нужные параметры воды и нужное и правильное содержание солей, в том числе так необходимого для кристаллов кальция. То есть мы подошли к тому, что помимо SOIL нам потребуется осмос и минерализующая SOIL, желательно тоже предназначенная для аквариума с содержанием креветок. Сразу про воду закрою вопросы. Да, вы можете услышать, что кто-то скажет, что содержит на водопроводе и у него все хорошо. Но поверьте, таких единиц и живут они в регионах с мягкой водой водопроводей. И сегодня у таких, ну то есть у тех, кто говорит все хорошо, а завтра этот человек уже ничего не скажет. Или вы уже просто не узнаете, чтобы он сказал, так на водозаборе произошел сбой или в водопроводе изменилось содержание внесения микроэлементов, да все что угодно произошло. А креветок то у него уже нет. Понятное дело, что есть регионы с мягкой водопроводной водой, но в любой водопроводной воде содержатся различные соли, фосфат, азотные соединения и их концентрация постоянно меняется, то есть скачет. Поверьте, с кристаллами такой фокус не пройдет. И я уверен, что потерять за час все поголовье, стоящее не только огромных сил, но и денег, вряд ли кто захочет. И еще один важный момент, который надо знать при использовании соила. Если использовать жесткую воду в аквариуме с соилом, то соил начнет разрушаться и шарики постепенно превратятся в пыль и грязь. Вот поэтому многие этого не понимая, жалуются на то, что им некачественный соил достался и быстро развалился. Вот так мы и подошли к тому, что я купил соил. Купил осмос, но решил сэкономить на реминерализаторе, а вместо него использовать воду из горячего крана, в которой у меня значение KH2. Минимальное значение железа и других солей после умягчения на ТЭЦ. Не буду повторяться почему так, видео на канале есть, постоянно об этом рассказывал ранее. Видео не рекламное, поэтому ни в коем случае не подумайте, что именно этот и только этот соил надо использовать в креветочнике. Скажу больше, мой друг, содержащий кристаллов, сказал, что он наоборот слышал, что такой соил не стоило бы применять и он на другом соиле содержит этих креветок. А я прочитав несколько форм, наоборот пришел к выводу, что лучше такой, хотя понимал, что особой или значимой разницы в них нет. Так что используйте именно тот, который сами решили выбрать и сами в нем уверены, чтобы претензии к себе потом предъявлять, если что пойдет не так, а не к другим. В отличии от кристаллов, креветки неокорзины типа вишня, голубая мечта, шоколадный, черный и т.д. совершенно неприхотливые создания. Им подойдут любые адекватные условия содержания, подходящие для обычного аквариума травника. Дальше все как всегда. Взял аквариумы на 40 литров. Засыпал в один аквариум для кристаллов соил, а в другой аквариум засыпал какую-то разновидность кварца, у которой есть особенность изменения цвета при намокании. То есть пока сухой, он светло-серого цвета, после намокания становится темно-серого цвета ближе к черному. Этот кварц был очень грязный, содержал много пыли и мне пришлось его хорошо промыть. Еще раз, это обычный кварц и не отличается ничем особым. Не надо думать, что это какой-то особенный кварц для креветок. Подойдет любой грунт используемый для аквариумов травника. В аквариум для кристаллов залил воду, предварительно перемешав осмос с водопроводом из горячего крана, а в другой аквариум залил чистый водопровод из того же горячего крана. Подключил фильтрацию в оба аквариума в виде навесных фильтров и рюкзачков. Дополнительную аэрацию ставить не стал. То есть падающая из рюкзачков вода достаточно наполняла воду кислородом. Но никогда не помешает и подключение компрессора, как говорится хуже точно не будет, а лучше наверняка. Также поместил в аквариумы кучу коряг и кокосов. И чтобы коряги не всплывали придавил их лаву, заодно обеспечив и лаву заселением бактериями, перед тем как прикрепить к ней в дальнейшем мох. Коряги специально сразу поместил, так как знал, что начнется бактериальная вспышка как в воде, так и на поверхности коряг и это позволит быстрее запуститься аквариумом и быстрее избежать неприглядного вида слизи на корягах. Именно поэтому, то есть из-за слизи на новых корягах, я никогда сразу не прикрепляю к новым корягам растений и мох. Также не представляю, как это выглядит у других, то есть новые коряги сразу с прикрепленными растениями и мхом на примере того, что было всегда и будет сейчас с этими корягами и кокосами в запускаемых мною аквариумах. Также для ускорения запуска, как всегда, добавил в аквариумы препарат М-бактерии. Так как эти аквариумы для креветок и особенно один для капризных кристаллов, я понимал, что запустим запускать их буду долго и не спеша, как минимум месяц. Также хотелось перед заселением креветок максимально засадить аквариумы растительностью, в том числе мхами, но на момент запуска у меня достаточного количества мха не оказалось. Кроме того, одновременно с этими двумя аквариумами я запустил еще один аквариум на 100 литров на земле. И из-за этого в квартире началось великое переселение растений по семи моим аквариумам. Несколько недель растения кочевали из одного аквариума в другой, пока не находили себе места. А когда в запущенных креветочниках стабилизировались параметры воды, и можно сказать закончился процесс запуска, появилась проблема приобретения нужных креветок. И хоть город у нас не очень маленький, всего каких-то там населения 500 тысяч, оказалась огромная проблема не то что кристаллов купить, а даже неокордины найти. Вот поэтому так долго не выкладывал видео запуска креветочников. Я видел несколько видео, а также несколько раз читал, что есть аквариумисты и даже блогеры, которые сразу сажают креветок во вновь запущенные аквариумы. Сам никогда такого не делал с рыбами и тем более не сделал с креветками. И вам категорически посоветую такого никогда не делать. Регулярно проводимые тесты воды еще раз это подтвердили. Так, если в аквариуме для кристаллов на следующий день после запуска нитриты имели значение 0,4, то уже через 2 дня нитриты подскочили аж до 4, что является смертельным значением для любых гидробионтов в аквариуме. Если через сутки после запуска аммиак не обнаруживался в аквариуме, то уже через 3 дня его значение стало 0,5 мг на литр. И что удивительно, но даже через 10 дней после запуска концентрация аммиака оказалась еще больше 1 мг на литр, то есть смертельной даже для рыб. Такой скачок аммиака я связываю с тем, что в аквариум для кристаллов через неделю переместил большую часть кориак. Они почти все были покрыты огромным слоем бактериальной слизи. А потом резко эта вся слизь стала распадаться, разлагаться. Факт остается фактом. За первые 10 дней запуска в аквариуме для кристаллов произошло 2 аммиачные вспышки, которые однозначно бы убили всех его обитателей, даже рыб. Значение нитратов через сутки было 10 мг на литр, а уже через 3 суток концентрация подскочила до 60 мг на литр. Хотя эти значения не являются смертельными для рыб, для креветок 100% такое значение оказалось бы смертельным, а такой скачок вряд ли и рыбы пережили. Напомню, креветочник для кристаллов запускался на соли. В отличие от него, второй креветочник таких вспышек азотистых соединений не имел. Но все равно был скачок нитритов на второй день после запуска до 0,4 мг на литр, что я уверен привело бы к смерти даже неокардин, да впрочем и любых рыб. Так что помните святое правило. Тише едешь, медленно запускаешь, Нептун никого в свои объятия не примет. Закрывая вопрос с тестами воды, озвучу начальные результаты и конечные результаты, то есть на сегодняшний день, через полтора месяца после запуска. В аквариуме для кристаллов было через сутки после запуска аммиак 0, нитриты 0,4, фосфаты, нитраты, нитраты KH0, PH6, GH4. Сейчас аммиак, нитриты, фосфаты, нитраты по 0, KH0, PH6, GH4. В аквариуме для неокардин. Было через сутки после запуска аммиак, фосфаты по 0, нитриты 0,4, нитраты 10, KH3, PH6,4, GH6. Сейчас аммиак, нитриты, фосфаты, нитраты по 0, KH2, PH6,5, GH6. Тут немного уточню. Пользуюсь тестами Нилопа. И там значение нитратов идет от 5, а фосфатов от 0,25 мг на литр. И очень трудно сказать или определить меньшее значение. Понятное дело, что сколько-то нитратов и фосфатов присутствует в аквариуме. Теперь я наглядно показываю, что происходило с корягами и кокосом, каким слоем бактериальной слизи они покрылись. Причем в этот раз, в отличие от всех предыдущих случаев, так долго у меня никогда слизь на корягах не держалась. Даже старая мангровая коряга из давно запущенного 260 литрового аквариума, помещенная в аквариум для кристаллов, покрылась слизью, и неделю эта слизь не сходила. А теперь попытаюсь представить вид этих коряг, если бы на них сразу был прикреплен мох. Как говорится, просто говорить – это одно, а говорить и наглядно показывать – другое. Я это связываю со сойлом. Естественно, в обоих аквариумах произошла бактериальная вспышка и помутнение воды. В аквариуме на сойле и с большим количеством коряг помутнение воды продержалось больше. В общем, примерно через месяц все заканилось. Вода стала прозрачной и параметры воды стабилизировались. Я навел маломальский порядок и сделал кое какой дизайн аквариума. Примерно через месяц заселил в аквариумы улиток. И где-то примерно еще через неделю приобрел первых креветок кристаллов и заселил их в аквариум. И вот тут меня постигла первая грусть-печаль и расплата за попытку сэкономить. Хотя тут ответ неоднозначен. Но все-таки я склонен винить в том, что случилось с качеством водопроводной воды. Еще раз напомню, я пользуюсь в своих аквариумах водопроводной водой с горячего крана вот уже более полутора лет. И у меня все аквариумы без подмены воды на доливе именно такой водой и иногда разбавляю холод. Никогда не было никаких смертей не то что рыб, но даже других креветок и после доливов или вынужденных подмен воды. А тут при переводе, именно переводе привезенных домой креветок со старой водой на новую, как я не старался медленно маленькими порциями подливать воду из аквариума, очень быстро погибло несколько креветок. Вот поэтому советуют переводить креветок капельным способом. Возможно, этому причиной стало то, что я взял слишком маленькую емкость для транспортировки креветок. Креветки перевозились через весь город относительно долго, их сильно трясло в банке и возможно наступило кислородное голодание. В общем, что тут гадать. На следующий день обнаружил еще несколько погибших уже в аквариумах. Да, вот такие они, нежные. И не зря я в начале ролика говорил о том, что надо соблюдать и чего не надо делать. Сейчас заказал реминерализатор и полностью аквариум переведу на осмос и реминерализатор. Во второй креветочник так пока и не могу найти желаемых креветок. Хотел либо желтых, либо зеленых, а теперь еще хоть бы красных, даже уже голубых раков заказал. Не получится сделать креветочник, хоть раки там жить будут. Еще обязательно должен сказать про растения в креветочнике для кристаллов. Тут вопрос неоднозначный. Опыта своего не имею, а вот рекомендации крайне противоположные. Есть специалисты, которые бьют себя в грудь и категорически заявляют, что анубисы и буцефаландры, а также ряд других растений это зло в креветочнике, так как при их повреждении или тримминге они выделяют сок, являющийся для креветок ядом, поэтому такие растения лучше в аквариум с креветками не содержать. Другие говорят, что надо просто головой думать и попытаться представить сколько в креветочнике надо накосить анубисов и буцефаландры, чтобы травануть креветок, что они все эти растения содержат в креветочниках и никаких проблем у них нет. Так что думайте сами, решайте сами. Лично мое мнение, анубисы и буцефаландры очень даже подходят для креветочника, а также любая почвопокровка. Всем очевидно и понятно, что в любом креветочнике без маха не обойтись. Это любимое место обитания любых креветок. Место, где они питаются и находят себе укрытие, где они плодятся и где прячутся молодые креветки. Не стоит сажать в креветочнике быстрорастущие растения, которые надо будет часто пропалывать или тримминговать, тем более не дай бог выкорчевывать. Фильтрация для кристаллов категорически обязательна, для неокардин по обстоятельствам. Наличие аэрации в первую очередь зависит от температуры воды в креветочнике. Все мы знаем или должны знать, что чем выше температура воды, тем меньше в ней кислорода. То есть при температуре выше 23 градусов очень желательно подключить аэрацию, а при температуре выше 26 категорически подключить или обеспечить каким-либо возможным для вас образом усиление аэрации. Креветки очень пугливые создания, а посему лучше к ним никого не подселять, особенно к кристаллам. На крайний случай каких-нибудь очень, но очень мелких рыб в небольшом количестве, предполагая, осознавая, что те будут безобидно подъедать молоть креветок. И такое соседство счастья креветкам явно не прибавит. Опять же, надо знать, что любая рыба нуждается в белковой пище, а вот креветки наоборот совершенно не нуждаются в белковой пище, а подчас и имеющихся в аквариуме им вполне хватает. Рыбы и улитки в креветочнике будут повышать нагрузку на фильтрацию, увеличивать азотистые соединения, что совершенно не нужно креветкам, а особенно кристаллам. Ответ на вопрос, нужен ли в креветочнике обогреватель, очень прост. Креветки любят прохладную воду, а кристаллов опускание температуры воды вообще стимулирует к нересту. Но вспоминаем, что креветки очень любят стабильные параметры воды. Опять же, особенно кристалл. И скачки температуры в аквариуме к хорошему не приведут. И последнее важное правило. Креветки не выносят содержание меди и цинка в воде, поэтому нельзя в аквариум с креветками вносить какие попало удобрения и в том числе использовать водопроводную воду с неизвестными параметрами. Да и вообще, водопровод лучше не использовать. Конечно, все это я говорю для благополучного содержания так сказать породистых креветок, в том числе кристалла. Не надо путать понятия. Креветки живут в аквариуме и креветки хорошо живут и плодятся в аквариуме. Для себя первые выводы уже сделал и они очевидны. Содержать кристаллов это не для всех, и по моему не для меня. Я содержу бюджетные аквариумы без подмен воды с минимальной затратой сил и средств. И такое внимание к одному аквариуму из-за сомнительного удовольствия, ну такое себе дело, больше выпендряжем попахивает. Содержать кристаллов это не только не дешево, а еще очень хлопотно и подчас непредсказуемо. Использовать Сойл никогда больше не буду. Мало того, что мне категорически не нравится его внешний вид, неестественная округлая форма, так он еще очень легкий, в нем очень плохо держатся маленькие растения и их неудобно в него сажать. Сойл не сифонится, и его внешний вид даже через месяц уже представляет собой весьма неприглядный вид. В общем, Сойл не для меня. И никогда не посоветую его, как и не советовал ранее любому новичку. Не говоря про то, что некоторые виды Сойла непредсказуемы в своем поведении, обрекают аквариум на использование осмоса и неконтролируемо выбрасывают в воду различные макро и микроэлементы. Но это я говорю исключительно свое мнение, и это не в адрес конкретно этого Сойла, а вообще в адрес всех питательных грунтов. Это моя сугубо индивидуальная точка зрения. Что будет дальше с этим креветочниками? Я не знаю, будем посмотреть. Креветочник для кристаллов слишком много уже вложенный, просто жаба душит и упертость не позволяет его бросить. Если честно, пожалел, что с ним связался. Считайте, расписался в своем бессилии. Кошмар от писка. А теперь о практическом, о меркантильном. Во сколько же мне все-таки это сомнительное удовольствие обошлось на примере только одного креветочника для кристаллов. Все очень просто. Аквариум под заказ 1500. Фильтр и юкзачок примерно 600. Свет на 22 примерно 600. Сойл 2600. Осмос 5 рублей за литр, итого 200 рублей на запуск и еще 200 рублей про запас, то есть 400 рублей. Реминилизатор 600 рублей с лишним. Итого без стоимости коряг, растений и креветок больше 6000 рублей. При том, что все с огромными скидками куплено. То есть многим другим такой аквариум, да еще с растениями, корягами и обогревателем обойдется примерно в 10 тысяч рублей. Не знаю, где и сколько стоят кристаллы, но посмотрел по интернету стоимость. От 100 рублей в зависимости от качества. Ну как минимум. Так что вот такое оно. Это то ли удовольствие, то ли понты и выпендрежь. Ну а если у вас есть опыт содержания креветочников, особенно с кристаллом, делитесь своим мнением и опытом в комментариях. Не согласны со мной в чем? Тоже пишите, поправляйте. Всем спасибо за просмотр. Огромнейшее спасибо зрителям, меценатам канала за помощь в развитии канала. Именно благодаря вам я совершаю вот такие аквариумистические поступки и покупки. Только благодаря вам стал возможен такой креветочный эксперимент. Всем удачи и счастья!